Еще раз всем добрый день. Зовут меня Монахов Павел Сергеевич, можно просто Павел. Сегодня мы с вами посмотрим на безопасность, кибербезопасность, для чего это все нужно в нашем новом цифровом мире. Как уже пишут коллеги на вебинаре, тема эта, конечно, очень большая, конечно. Так как это семинар для тех, кто только начинает свой путь или только хочет его начать, я постарался сделать его максимально простым, но в то же время не бесполезным. Я постараюсь осветить вопросы, которые в свое время интересовали меня. И, в принципе, я нашел ответы на свои вопросы. Надеюсь, что и вы их в этом семинаре найдете. Я думаю, стоит сказать пару слов о себе, хотя я не люблю себя рекламировать, но так принято, надо сказать, какой ты молодец, сколько у тебя всего и почему нужно идти к тебе учиться. Зовет меня монахов Павел Сергеевич полностью. Все, что связано со мной, сертификации, отзывы и многое-многое другое, можно найти на официальном сайте monahopays.ru. Там же есть и контакты, там же есть ссылки на Facebook, YouTube. Так что, если захочется познакомиться, пообщаться, я имею в виду в профессиональном плане, конечно же, пожалуйста, пишите, заходите, будем рады. Я являюсь сертифицированным инструктором компании Cisco Systems, сертифицированным коммерческим инструктором и сертифицированным академическим инструктором, что позволяет мне здесь в центре специалист вести курсы по сетевому оборудованию компании Cisco Systems и по сетям в принципе. Имею ряд коммерческих сертификаций, как их называть, или промышленных сертификаций, начиная от CCNA, CCNA Security и CCNP Enterprise. На самом деле это далеко не полный список. Я не стал все пихать на слайд, чтобы его не переполнить. Повторюсь, более подробная информация есть там на сайте. Заходите, смотрите, ну или спрашивайте. В общем, как говорят другие, я в принципе довольно неплохой специалист. И даже меня иногда называют экспертом. Вот в этой области, в области сетей. Я о себе все-таки мнения немножко поменьше. Может быть я просто природно скромный. Но, тем не менее, рассказать о себе нужно было. Я работаю на предприятии, а по вечерам, по выходным здесь в центре специалист рассказываю тем, чем занимаюсь в организации, собственно, обстроении сетей, внедрении оборудования, о мониторинге, траблшутинге, автоматизации работы и многое-много чего другое освещают. Центр специалист – это крупнейший центр обучения России и Восточной Европы. Нам в этом году будет 30 лет осенью, пока 29. Три десятка лет, мне кажется, должен большой срок. Это миллионы выпускников, огромное количество корпоративных клиентов, более тысячи курсов, огромнейший ассортимент и 250 преподавателей-экспертов. И вроде как я вхожу в это число даже. Меня тоже посчитали. Да, до 30 лет центру специалист в этом году и 10 лет, как я работаю здесь. Правда, немножко в разных областях. В качестве преподавателя, по-моему, в районе 7 лет. У центра специалист есть ряд преимуществ. Вы их видите на экране. От себя добавлю, что центр специалист – это лицензированное образовательное учреждение, которое дает вам шанс не только получить знания и навыки, но и документальное подтверждение. Это сертификаты, это свидетельства, это удостоверение, как говорят теперь, установленного образца о повышении квалификации. Или, если вы берете большие образовательные программы, даже дипломы о профессиональной переподготовке, что в нашей стране любящей бумажки очень-очень актуально. Порой даже знания-то есть и навыки есть, а доказать не можем. Так что здесь вы получаете все сразу. И знания, и навыки, и общение с преподавателем вроде меня, и документальное подтверждение само, что вы умеете знать. Собственно, что бы я хотел на семинаре обсудить? Да, эта тема очень-очень большая, но мы постоянно слышим разнообразные термины, и они вроде бы очень сильно похожи друг на друга, но они не одинаковые. Вот какие мы термины слышим? Вот я их вывел на слайде. Например, мы постоянно слышим информационная безопасность. Последние пару-тройку лет мы слышим кибербезопасность. Тот, кто давно занимается информационными технологиями, он много-много лет слышал слово просто безопасность. Например, там, безопасность Windows или безопасность операционной системы Cisco и iOS. Где-то, наверное, год или два мы слышим такой термин, как цифровая гигиена. Вроде слова-то похожи, но в них явно смысл-то разный. В чем разница между всеми этими терминами, и почему нам все это нужно, как специалистам, так и обычным людям. Начнем, пожалуй, с более объемного понятия, такого понятия, как информационная безопасность, или по-английски information security или infosec. Тоже часто так называют в зарубежных изданиях, литературе. Что такое, в принципе, информационная безопасность? Это практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажений, изменения, исследования, записи или уничтожения информации. То есть это все, что связано с информацией в любом ее виде. В печатном виде, в цифровом виде, в другом виде, в каком-нибудь еще. То есть это, так скажем, общая дисциплина. Информационная безопасность строится на трех основных принципах. Это конфиденциальность, это целостность и это доступность. Эти три слона информационной безопасности были предложены еще в прошлом веке. И хотя эти три слона порой пытаются чем-то еще дополнить, существуют разные точки зрения, вот эта триада остается неизменной, несмотря на все попытки ее как-то расширить или улучшить. Что мы подразумеваем под конфиденциальностью? Конфиденциальность гарантирует нам следующее. Если даже данные станут доступны третьим лицам, эти третьи лица не смогут ничего в данных разобрать. Как правило, синонимом слова конфиденциальность является слово шифрование. То есть данные шифруются и расшифровать их третья сторона не может. Или хотя бы не может это сделать за адекватный период времени. Второе понятие целостность или integrity по-английски гарантирует нам, что данные в процессе перемещения не были изменены. А если они были изменены, то мы сможем об этом узнать, и такие данные всерьез не воспримет. Целостность достигается разными способами. Например, в компьютерных технологиях она может достигаться за счет использования разного рода математических функций, так называемых хэш-функций. И третий слон информационной безопасности – это доступность. Availability. Информация должна быть доступна в то время, которое требуется осуществлять с ней работу. Если сервис выведен из строя, информация недоступна для чтения, изменения и так далее, это тоже очень-очень плохо. Причем выходит, как миростроение древних людей. Есть три слона, на которых стоит все остальное. Вот информационная безопасность – это общая дисциплина, не привязанная к компьютерам, цифровым данным, а вообще покрывающая информацию в любом виде. В информационной безопасности всегда важно соблюдать баланс. между принципами защиты и производительностью труда. Нельзя строить систему сверхбезопасной, потому что будет неудобно обычным людям или сотрудникам организации выполнять свои основные задачи. Надо попытаться соблюсти этот баланс между удобством работы и безопасностью. Это очень тонкий момент. И простым людям очень трудно его порой объяснить, но если абстрагироваться и подумать о безопасности в целом, то всегда дополнительные меры безопасности приносят неудобство. Как вы не стараетесь. Самый простейший пример – с дверью в квартиру. было бы очень удобно дверь в квартиру вообще не закрывать. Ну как, захлопнули и все. А потом надо, ручку повернули и вошли. Очень удобно, очень продуктивно. Время не тратится, вы не отвлекаетесь ни на что лишнее. Но совершенно небезопасно. Чтобы было хоть чуть-чуть безопасно, надо поставить замок. Вы ставите замок с ключом, а теперь у вас появляются неудобства. Вам надо иметь ключ. Даже не один, а вероятно на любого проживающего в этой квартире. Хорошо бы еще иметь копию ключа на всякий случай. Вдруг ключ будет утерян. Надо не забывать дверь при входе открывать, а при выходе закрывать. Надо ключи эти таскать с собой и нигде их не забывать. Неудобства определенные. Гораздо легче, как в американских сериалах, класть ключик под коврик и надеяться, что все будет хорошо. Если один замок небезопасен, ставим два. Это в два раза больше ключей. Если вы на первом или втором этаже, есть шанс, что кто-то влезет через окно. Надо поставить решетки. Но это опять же создает неудобства. Уже и солнечный свет не так поступает. И в случае пожара надо иметь ключ под рукой, чтобы через окно можно было экстренно выбраться. Если вам нужна, например, охранная сигнализация, надо за это платить. Надо не забывать на охранную сигнализацию ставить и снимать вовремя. В общем, каждый шаг добавляет неудобства. И надо найти баланс. И в информационной безопасности этот баланс крайне важен. Чтобы было и безопасно, но при этом производительность не страдала. Если с информационной безопасностью так базово определились, а остальные термины – кибербезопасность или как по-английски «сайбер-секьюрити». Вообще очень интересно, потому что никто не знает, как правильно до конца это произносить. Вроде официально это надо произносить как «сайбер-секьюрити». Но по многим документам и транскрипциям, чтобы людям было проще, даже за рубежом, иногда говорят «кибер-секьюрити» проще и понятней. Что подразумевает эта самая «кибербезопасность»? Кибербезопасность – это подраздел информационной безопасности. И кибербезопасность охватывает информацию в цифровом виде. Если информационная безопасность охватывает всю информацию, неважно в каком виде, то кибербезопасность только в цифровом. Можно сказать несколько конкретнее, что кибербезопасность – это защита компьютерных систем и сетей для обеспечения основных принципов ИБ – конфиденциальности, целостности и доступности. На слайде вы видите куб кибербезопасности, предложенный, опять же, еще в прошлом веке МакКамбером. И куб назван по его фамилии – куб МакКамбера. Что мы здесь видим? Этот кубик похож на кубик-рубик. На нем есть грани. На разных гранях разные составляющие кибербезопасности. Во-первых, это основные принципы, перетекшие к нам из ИБ – конфиденциальность, целостность и доступность. У нас есть состояние данных, верхняя грань, передача данных, хранение данных, обработка данных. И правая грань показывает, так скажем, контрмеры для обеспечения безопасности. Или просто мер – это технологии, политики и практики и люди. На пересечении трех граней можно приступать к обсуждению того или иного аспекта безопасности. Например, вас интересует конфиденциальность данных, которые передаются, и как обеспечить эту конфиденциальность при передаче с помощью технологий. Это может быть внедрение виртуальных, частных сетей, шифрование и так далее. На каждом пересечении можно построить целую дискуссию. Судя по сообщению в чате, включают ли этот кубик менталитет. Как видите, менталитет здесь никакого нет. Не совсем. Но здесь есть такая вещь, как люди. Но люди – это скорее относится к чему? Это относится к знаниям и навыкам специалистов. А чтобы бороться с менталитетом каким-то некорректным, у нас есть на грани политики и практики. Политики и практики. Не нужно в таких вещах задумываться о менталитете. Должна быть четкая политика безопасности. Так как допустимое поведение, недопустимое поведение, должностные инструкции. И все-все-все должно быть вот здесь описано. И неважно, какой у вас менталитет, вы должны следовать политикам вашей организации. Так что про менталитет, его здесь конкретно нет. Но чтобы с ним бороться, вот политики и практики. Следующий термин. С кибербезопасностью подытожили. Кибербезопасность – это подраздел информационной безопасности, связанный с информацией в цифровом виде. А что такое тогда просто безопасность? Секьюрити. Например, Windows Security. Или если кто-то ходил на курсы ЦИСКа, CCNA Security, CCNP Security. О чем говорят на этих курсах? Если посмотреть так довольно грубо, то безопасность, то, что обозначается обычно словом security, просто security, это настройка или внедрение конкретных технологий. То есть из всего этого кубика кибербезопасности конкретно безопасность охватывает только вот эту небольшую тему внедрения технологий. То есть настройка межсетевого экрана, настройка системы обнаружения и предотвращения вторжений, настройка лог-систем, настройка мониторинга и так далее. Это очень малая часть из кибербезопасности. А кибербезопасность подразделом ИБ. А что такое цифровая гигиена? Вот это надо вообще сказать, термин довольно молодой. И насколько я читал, этот термин был предложен нашими специалистами, русскоговорящими, а отнюдь не зарубежными, хотя, может быть, то, что я читал, это... Парк, вот тебе не слышал на подключение. Можешь подключаться, не знаю, сколько, да? ...вариант происхождения этого термина. А что такое цифровая гигиена? Это просто общие правила и рекомендации для всех. Не только для специалистов, а вообще для всех. Для обеспечения информационной безопасности своей личной, в сети интернет. Цифровизация очень сильно вошла в нашу жизнь. И мы все пользуемся компьютерами, телефонами. А вокруг опасностей очень-очень много. И нужно всем соблюдать простейшие правила. И по аналогии с гигиеной, мойте руки мылом, мойте их не менее 30 секунд, чистите зубы, не поднимайте ничего с пола и не ешьте с пола. Вот на основе таких простейших гигиенических правил появился термин «цифровая гигиена». Вроде создавать сложные пароли, не делитесь большим количеством информации в соцсетях, не подключайтесь к общественному Wi-Fi. Да, это тоже правда. Ну и много-много-много других правил. И если ввести в поисковики цифровая гигиена, этих правил можно увидеть огромное количество простейших. и казалось бы, вроде бы, таких естественных, но их все трудно запомнить и трудно выполнять. Приходится себя приучивать. Как к ребенку. Ребенок же тоже особо не понимает, что с пола есть нельзя, что руки надо мыть. Так и мы, да, вот пусть нам уже гораздо больше лет, мы не пятилетние дети, но нам тоже приходится приучивать себя к вот этим простейшим правилам того, что мир вокруг таков. Он, как бы это сказать, цифровой мир загрязнен. Вот. И я бы даже сказал, в нем гораздо больше мусора, чем полезно. Мы разобрались с основными терминами. Теперь давайте немножко углубимся в понятие кибербезопасности. Какие у нас существуют основные сетевые атаки. Сетевых атак довольно много, но все их можно поделить на две основные категории. Это отказ в обслуживании, когда целью злоумышленников является выведение вашего сервиса из строя. Распределенная атака типа отказ в обслуживании. Дидов, когда атака отказ в обслуживании производится из сотен и тысяч разных мест одновременно. Вторая популярная сетевая атака связана с утечкой данных Data Breach. И во многом первая атака или вторая может состояться благодаря наличию вредоносного или зловредного программного обеспечения вирусов, троянов и коней. Вирусов, троянов и червей. Также немаловажно знать о векторах сетевых атак. Существует два вектора сетевых атак. Это внешние угрозы и внутренние угрозы. Внешние угрозы, к ним мы все вроде как привыкли, если вы работаете в организации, то вы знаете, что в интернете сидят страшные бородатые дядьки, которые только и думают о том, чтобы что-то у нас поломать. И поэтому в организациях, как правило, защищаются от внешних угроз путем внедрения межсетевых экранов, системы обнаружения и предотвращения вторжений. Между прочим, на даже обычных машинах теперь есть межсетевой экран, Windows, например, Windows Defender, который точно так же защищает нас из коробки от внешних угроз. Но не стоит никогда забывать об угрозах внутренних, об угрозах, которые исходят от тех, якобы, кому мы доверяем. От наших коллег, от тех, кто имеет проход в здании, от наших родственников, в конце концов. Они, может быть, и несознательно создают угрозу, но порой угрозой могут быть. Какие есть последствия для организации, если на них совершили атаку? Типа отказ в обслуживании или у них унесли данные, данные утекли. Конечно же, это урон бренду и потери репутации. Кому хочется сознаваться из своих каких-то несовершенств? Да никому. Обычному человеку не хочется. Даже самому себе порой признаться. А уж организациям тем более. И поэтому, на самом деле, все те новости, которые мы слышим, их надо немножко профильтровать и понять, что мы слышим, в общем-то, и читаем, только об атаках очень-очень крупных. Все организации, конечно же, заинтересованы в том, чтобы как можно дольше скрывать факт проведения какой-то атаки. Поэтому мы читаем и слышим только о тех вещах, которые скрыть уже фактически невозможно. И нету доподлинной статистики, сколько по факту совершается атак успешно. Я думаю, мы слышим только о вершине айсберт. Кроме урона бренда и потери репутации, конечно же, атаки несут за собой потерю конкурентного преимущества. Например, организация. Организацию тащили какие-то наработки, исследовательские наработки, бизнес-планы, планы по развитию, база данных клиентов. Это может быть связано с потерей клиентов, с потерей дохода. Также, если организация обязывалась, например, хранить данные своих клиентов в безопасности, а данные утекли, то в западном мире это, конечно же, приводит к судебным разбирательствам. Клиенты подают в суд и пытаются возместить себе моральный или еще какой-то ущерб за эти утекшие данные. И порой штрафы могут быть очень значительными. Организации чуть ли могут не обанкротиться из-за этого. И, конечно же, на устранение неполадок, на восстановление, на приведение сервиса снова в строй тратятся деньги, силы и время, которые могли быть потрачены куда-то еще. Для организации любая атака несет за собой большое количество минусов. для физического лица большинство этих минусов не очень актуальны, пожалуй, кроме вот последнего. Представьте, что вы по неопытности схватили вирус шифровальщик, у вас не было никаких адекватных средств защиты, все зашифровалось, и вы потеряли ваши данные, а потом вам нужно потратить время и силы для того, чтобы привести ПК снова в строй. Все остальное для физического лица не очень актуально, последний, мне кажется, вполне можно применить. Очень важно понимать об утечке данных, потому что данные это, наверное, самое важное, что есть в любой организации, у любого лица, в том числе и у физического. Если сервис можно вернуть в строй, восстановить, оборудование заменить, каналы связи расширить, то утекшие данные как бы обратно-то и не закачать, они все, пошли гулять. И как эти данные от нас утекают? Это, конечно же, социальные сети и электронная почта. Тут, кстати, в чате кто-то из вас уже об этом писал, если я чат промотаю, одну секунду. Ну да, вот тут есть комментарии в начале о том, что опасно в социальных сетях что-то делать. Это правда. Данные могут утекать с незашифрованных устройств, например, ноутбук, телефон, планшет, на котором есть какие-то конфиденциальные данные. Вы устройство теряете или у вас его крадут. А что с вашими данными? Их надо шифровать. А если они не зашифрованы, они могут стать общедоступными. Конечно же, данные утекают при использовании различных облачных сервисов хранения. Тут много вопросов, и хотя Запад сейчас очень любит использовать разные облачные сервисы, вопросы безопасности никто не убирал. Вот мы храним данные где-то там, а вот где это там? И кто к этому там имеет доступ? Да, нам, конечно, пишут все безопасно, но где гарантия, что облачный провайдер не сливает эти данные кому-нибудь еще? Нет такой гарантии, никто вам в этом не признается. Надо быть аккуратным. И я думаю, это хорошо, что облачные сервисы в России не так сильно пока распространены. Действительно, в первую очередь, у нас нет нормальных своих облаков, защищенных законодательством Российской Федерации, а использовать облака сторонние, где сервера и дата-центры находятся где-то далеко за пределами России, где гарантия, что это в один прекрасный момент не выключат, что эти данные не утекут к правительствам других стран, конкурирующим фирмам. Никто такие гарантии дать не может. Данные могут утечь с использованием переносимых устройств, вроде флешек, которые мы все любим терять. данные банально могут утечь с помощью печатных копий. Вот собрались, собрался топ-менеджмент, распечатали к совещаниям какие-то планы по развитию на ближайший год. Все эти бумажки пролистали, обсудили, а потом собрали и в помойку выкинули. Есть даже специальный термин, который называется дамстер, звучит как дамстер-дайвинг, ныряние в мусорной баки. Почему бы кому-то не полазить по мусорным бакам, эту документацию не достать? Все очень просто. Или не самому, а заплатить тому же уборщику. И, конечно же, данные могут утечь из-за некорректно настроенного контроля доступа. Предоставили доступ к каким-то файлам и папкам, которым у человека доступа изначально быть не должно. В чем вариантов, как видите, море. Данные, они как вода, они находят какую-то щелочку и сквозь нее потихонечку, потихонечку просачиваются. Очень интересный доклад от компании InfoWatch. Вы сможете с полной версией доклада ознакомиться по ссылке, которую видите на экране. Это общедоступный доклад. Я позаимствовал с разрешения часть информации из этого доклада. На экране вы видите две диаграммы. Как данные утекают в мире и как данные утекают в России. В мире обратите внимание почти 70% утечек данных приходится на утечки через сеть, а конкретно через браузер или облака. Второй по популярности метод способ утечки данных 10% это электронная почта. А что в России? А в России обратите внимание, хотя через браузер утекает примерно 54%, тем не менее на втором месте 17,6% случаев данные утекают через разного рода мессенджеры. Текстовые, голосовые, видео и так далее. И на третьем месте нету явного победителя 12,6% это это у нас с вами бумажные документы, вот та самая hard копия, печатная копия, а за рубежом на печатные копии приходит всего 4,3% утечек. Также из этого интересного доклада InfoWatch я позаимствовал некоторые основные тезисы и вот они так четко четко обозначены, что короче чем написано банально низкар. Обратите внимание этот доклад посвященный кстати 9 месяцам 20-го года не всему 20-му году а только с января по конец сентября в мире зарегистрировано утечек меньше за эти 9 месяцев в России число утечек наоборот увеличилось. Тут кстати можно сделать разные умозаключения почему в мире утечек меньше а в России больше. Значит ли это что в мире стало лучше с безопасностью а в России хуже? Не факт. Ведь например утечки могли быть и раньше просто их никто не фиксировал. И например большее число утечек в России могли обнаружить за счет как раз таки внедрения новых средств по обеспечению безопасности раньше это утекало но никто это не фиксировал и наоборот снижение утечек за рубежом может быть не связано с тем что там все лучше а может быть наоборот связано что пандемия коронавируса и удаленный режим работы так нагрузили отделы связанные с безопасностью что они просто стали меньше утечек замечать нельзя однозначно это трактировать что в мире стало лучше а в россии хуже нет это просто сухие цифры и они дают нам поле для размышлений почему же это могло произойти обратите внимание если в абсолютном варианте в мире утекло примерно 10 миллиардов записи персонального характера или платежной информации из них в россии почти и 100 миллионов какие еще есть интересные цифры вот это меня цифра нравится она также пересекается с комментарием одного из присутствующих на вебинаре в мире больше половины утечек спровоцированы внешними атаками вот а вот в россии всего 21 процент значит ли это что мы лучше защищаемся от внешних угроз не факт не факт но в то же время дает пространство для размышлений 79 процентов утечек в россии пришлись на внутренние нарушения это может быть банально не техническая недоработка а недоработка планов и политик кто-то тут написал про прогнивающие системы возможно возможно вполне в россии нарушения внутреннего характера умышленные три четверти совершенных утечек были созданы умышлено ну вот отсюда вывод надо защищаться больше не от внешних угроз а больше смотреть на внутренний угроз по крайней мере у нас доля утечек по вине сотрудников в россии вдвое выше чем в мире более 72 процентов у нас также очень распространены разного рода мошеннические действия примерно 10 процентов самое важное каждый шестой случай утечки данных россии происходит через мессенджер вот это неконтролируемое использование мессенджеров в период пандемии возможно и привело к такому росту все хотели общаться удаленно работать удаленно но мало кто в этот момент думал о безопасности по индустриям 40 процентов зарегистрированных утечек приходится на хай-тек и финансовый сектор за рубежом же если мы говорим когда мы говорим мир подразумевается большей частью Америка и Европы большая часть атак приходилось на хай-тек и здравоохранение мы поговорили об основных терминах мы поговорили о важности безопасности для организации безопасности кибербезопасности поговорили о векторах утечки данных об угрозах посмотрели разнообразную статистику во многом может быть печальную увы как есть а почему например безопасностью следует заниматься не только организациям но и вам как будущему может быть специалисту стоит обратить внимание на безопасность чем конкретно это хорошо для вас в будущем по поводу наличия сертификаций образования в сфере безопасности и кибербезопасности есть организация под названием ISC в квадрате довольно старая организация которая занимается как раз таки обучением в области информационной безопасности каждый год выпускает доклады и 20-й год тоже не стал исключением согласно этому докладу там конечно много полезной информации полностью этот доклад вы сможете посмотреть по ссылке которую видите на экране он точно так же в свободном доступе я из этого доклада пару моментов хочу осветить во-первых среди всех тех опрошенных специалистов их опросили несколько тысяч узнали что у тех кто занимается безопасностью и кибербезопасностью обычно есть несколько популярных промышленных сертификаций и раз уж мы затрагиваем компанию Cisco Systems у компании Cisco Systems есть своя линейка по курсов и сертификации по кибербезопасности которая раньше называлась CNA CyberOps Cyber Security Operations а теперь это называется просто CyberOps Associated сертификация CNA CyberOps есть у 12% попрошенных что на мой взгляд очень высокий показатель учитывая то что это сертификация относительно у компании Cisco Systems молодая ей буквально там 3 или 4 года за 3 или 4 года 12% это огромный показатель и конечно же этот показатель наращивается если вы хотите связать свое будущее с безопасностью кибербезопасностью получение сертификаций это один из плюсов и как видите за рубежом это пользуется спросом не зря же там люди получают эти сертификации наверное с этого есть как какой-то прок логично кто будет просто так чем-то заниматься никто также согласно отчету вот этому докладу от компании ISC что интересно они когда выкладывают новый доклад старый доклад пропадает я честно говоря пытался найти доклад за предыдущий год но нигде найти не смог смог достать только из своих каких-то сохраненных копий и в итоге я нашел вот следующую динамику в мире существует явно нехватка наблюдается нехватка сотрудников так или иначе связанных с обеспечением кибербезопасности в 2017 году по этому докладу не хватало в районе двух миллионов человек двух миллионов сотрудников в 2018 два с половиной а в 2019 уже четыре миллиона при этом когда я готовил курсы году в 2016 или чуть-чуть пораньше или в 2015 тогда ожидалось что к 2020 году будет где-то полтора миллиона как видим эти показатели значительно выросли в 2019 году не хватало примерно 4 миллиона сотрудников так или иначе связанных с безопасностью и кибербезопасностью 2020 год внес свои небольшие коррективы как видите количество снизилось но это можно в целом обосновать влиянием пандемии на мировую экономику все-таки рост замедлился часть организаций закрылась и конечно же это сказывается и на потребностях специалистов но тем не менее эта потребность все равно даже на 2020 год довольно велика 3,1 миллиона человек по всему миру подытожим мы рассмотрели все основные термины рассмотрели минусы атак для организаций мы рассмотрели вопросы цифровой гигиены мы рассмотрели доклады популярных организаций как российских так и зарубежных и из этого всего вывод можно сделать следующий что мир вокруг цифровизуется все больше и больше и без простейших правил поведения в этом цифровом мире не обойтись вообще никому ни мне ни вам ни нашим бабушкам вообще никому мир слишком становится сложным но нельзя просто брать и игнорировать эти правила увы это факт надо смириться с тем что технологии пришли и нам надо с ними жить поэтому соблюдать простейшие правила сфровой гигиены нужно каждому а что касается всех остальных почему это нужно организациям потому что для организации это всегда неприятные последствия которые мы рассмотрели чуть ранее а для вас как возможно интересующихся новой специальностью или развитием переквалификацией наверное может стать мотивом к изучению кибербезопасности востребованность специалистов и их явная нехватка на рынке труда что мы как центр специалиста что конкретно компания Cisco Systems может предложить вам если вы заинтересованы в начале карьеры в области кибербезопасности или может быть вы уже обладаете знаниями и навыками но хотели бы больше посмотреть в эту сторону у компании Cisco Systems есть замечательный проект сетевой академии Cisco и сетевая академия Cisco представляет целый набор курсов для получения знаний в области кибербезопасности начиная с простейшего курса введения в кибербезопасность углубленный курс основы кибербезопасности и уже курс для будущих технических специалистов аналитиков начального уровня курс под названием управление кибербезопасность то есть путь с нуля до специалиста начального уровня что есть в этих курсах давайте я так вкратце по ним пройдусь введение в кибербезопасность самый базовый курс для тех кто может быть с IT вообще даже не очень связан но кому это интересно кто хочет начать свою деятельность в актуальной сфере коротенький 8-часовой курс по освещающей потребности в кибербезопасности основные атаки понятия и техники рассматривающие защиту данных конфиденциальность основные моменты связанные с защитой организации и вариантами дальнейшего развития второй курс основы кибербезопасности рассматривает куб кибербезопасности топ куб макамбера который я уже упомянул способы защиты конфиденциальность целостность доступность погружаемся в кибербезопасность несколько больше и последний третий курс который называется по-русски управление кибербезопасностью уже предназначен для технических специалистов начального уровня рассматриваются аспекты основные связанные с операционной системой Windows Linux сетями и протоколами рассмотрение протоколов их недостатков уязвимости и способов защиты обнаружения угроз и много-много чего другого интересного полная программа курса вы всегда можете найти на сайте все эти ссылочки на программы курса вы видите на экране я думаю это довольно интересно во всяком случае когда этому учился я мне было действительно интересно хотя я сетями занимался довольно долго и много тем не менее эти курсы мне открыли глаза на некоторые вещи например на проведение определенных атак и нахождение этих атак в дампах трафика я оставлю эти ссылочки и в том числе я на всякий случай эти ссылочки в том числе скопирую их в чат пусть они у вас тоже останутся если у вас будут какие-то вопросы по содержимому курса вы всегда можете написать мне или позвонить по телефону который будет в конце презентации ну а теперь я думаю настал черед вопросов и ответов на часть вопросов ну или на часть комментариев я ответил по ходу презентации спасибо Яну за комментарий или вопрос не знаю что это больше было вот от Яны был комментарий а монитор который повернут в сторону окна есть способность удаленно считать данные является слабым местом конечно является вообще open space окна проходы это важный элемент open space это вообще рассадник всегда когда вы что-то делаете то что вы делаете на экране это не должно быть общедоступно даже если рядом с вами якобы только ваши коллеги а кто знает коллеги ли они а вдруг они инсайдеры почему бы и нет вы думаете это только в фильмах такое происходит ничего подобного так вот лично в чат пришел вопрос от Петра про систему электронного документа оборота я тут наверное Петр не являюсь супер большим специалистом в каждой системе наверное есть свои и плюсы и минусы надо рассматривать каждую конкретную систему электронного документа оборота конкретно конечно я сталкивался со многими из них и на самом деле с многими приходится работать отчасти сталкиваться так как это не основная моя специальность по работе но вот как-то так бодро сказать что хорошо из них а что плохо я не могу вот Евгений спрашивает расскажите пожалуйста о СЭХ я так понимаю Евгений спрашивает о курсах этичного хакинга стало быть нужно ли учить для этого кроме сетей ассемблеры и прочие смотрите Евгений я курса по этичному хакингу ведут мои коллеги у нас есть прекраснейший преподаватель хотя вроде бы я на этом семинаре должен рекламировать себя я человек скромный поэтому я упомяну о своем прекрасном коллеге Клевогине Сергея Павловича я думаю что если вы хотите очень глубоко погружаться в хакинг то конечно же вам не обойтись ни без программирования уж по поводу ассемблеров дизассемблеров наверное это уж очень глубоко как правило для чего нужны ассемблеры дизассемблеры для того чтобы писать разного рода кряки кейгены удалять встроенные защиты я не думаю что это прям нужно очень быстро конечно как написали коллеги на вебинаре ассемблер никогда не бывает лишним но базово мне кажется это не обязательно но обладание в принципе навыками программирования на каком-нибудь языке высокого уровня вроде C C++ мне кажется это всегда плюс для любого IT специалиста и хотя сейчас есть огромное количество утилит хакерских которые позволяют вам не быть особо сведущим человеком чтобы сделать что-то действительно глубокое классное я думаю надо всегда писать самому конечно же я думаю что прежде чем бежать на такие глубинные курсы хорошо бы познакомиться базово с строением операционных систем базово хотя бы Windows и Linux конечно же требуется знать основы сетей сети без сети сейчас ничего не обходится ну и программирование хотя бы база на каком-то языке высокого уровня это кстати может быть не обязательно C и C++ это может быть что-то скриптовое типа Python которое мы не раз упоминаем в принципе прежде чем бежать на курсе по этичному хакингу смотрите вот тот же курс управления кибербезопасностью это прекрасная отправная точка там мы изучаем и основы Windows как операционные системы основы Linux важные нам в контексте кибербезопасности конечно недосконально там же основа сетей уязвимости Windows в Linux сетях как предварительный шажок к вашей может быть мечте вот к этому этичному хакингу мне кажется это был бы прекрасный вариант если вы неоткровенный новичок да из мира IT не новичок то тогда можно рассматривать этот курс если вы пока совсем зеленый новичок я бы рекомендовал посмотреть всю цепочку и хотя она вроде как под эгидой циска это все не завязано на оборудовании фирмы циска вот это немаловажно понимать это выходит под эгидой циска но рекламы продуктов циска в этих курсах нет то есть это такие скажем вендорно нейтральные курсы пусть и под эгидой циска так что еще я вижу на вебинаре а есть ли в целом какая-то аналитика по ИБ в России я вот возвращаясь вот докладу я специально во время подготовки решил не опираться на только зарубежные вещи все-таки зарубеж это одно а у нас реальность несколько другая поэтому я здесь вам предоставил не только данные от организации АСС но и из одного наших аналитических центров Инфовоч вы можете зайти к ним на сайт посмотреть у них есть разнообразная аналитика мне вот этот доклад очень понравился в нем много полезной информации и пищи к размышлению посмотрите вот в эту сторону они бесплатные во всяком случае раньше были пару недель назад когда я заходил почитайте по-моему там тоже что-то было с этим там вообще много аналитики я привел только поверхностные факты чтобы дать общую картину мне показалось что вот эти факты такой сухой остаток дает нам общее представление о происходящем вопрос от Евгения а если в Брандмауэре например Windows запретить все входящие и исходящие соединения и потом вручную разрешить только необходимые можно ли считать это качественной защитой вместо антивируса вместо антивируса нет потому что каким образом Евгений к вам вирусы могут приходить помимо сети с помощью носителей конечно а например вы открываете браузер браузеру вы соединение разрешили разрешили из из какого то сайта в рамках разрешенного соединения вам приходит вирус как вас от этого фаервол защитит никак так что нельзя фаервол межсетевой экран это межсетевой экран антивирус это антивирус это две вещи которые надо использовать конечно же в комплексе более вопросов я не наблюдаю тем не менее я скажу спасибо тем кто дал обратную связь это всегда немаловажно что ты рассказываешь что-то не просто так рассказ вызывает какие-то вопросы и повторюсь хотя этот семинар был для новичков для тех кто может быть слабо знаком с миром информационной безопасности я все-таки постарался сделать его интересно всегда сложно такие семинары делать интересно и раз от вас есть положительная реакция я думаю этого вполне достаточно если вам понравился семинар если может быть вы хотите продолжение всегда вы можете связаться со мной через мой официальный сайт monachps.ru или можно связаться через ящик в домене специалист info собак специалист отзыв о семинаре если вы часть пропустили то конечно же запись семинара будет выложена на официальный канал специалист в расположенной в youtube в центре специалист есть сейчас интересная акция называется бесплатная консультация по профессиональному развитию и как сейчас модно тут даже нету ссылки видите есть квадратный код вот или как там его называют qr-код вот подсканировав который перейдя в итоге на сайт можно заполнить форму и получить небольшую консультацию да вот по развитию и так далее так что вот куда палец указывает сканируйте переходите заполняйте вот и бесплатную консультацию получайте все контакты центра специалист инфо собак специалист и городской телефон который видите на экране спасибо всем надеюсь было интересно может быть продолжим как-нибудь еще пить как заметили на вебинаре это такая тема огромная огромная можно говорить сотнями часов и я думаю на десяток семинаров точно хватит пусть и для новичков спасибо всем еще раз и увидимся приходите буду рад вас видеть на курсах по кибербезопасности здесь в центре специалист всего доброго